Я настоятельно рекомендую посмотреть это видео, прежде чем съесть ещё одно яйцо. Есть огромная разница между обычными яйцами, которые продаются в магазине, и так называемыми пастбищными, органическими яйцами. Разница огромная. Об этом я сегодня и расскажу. К сожалению, в США срок годности яиц не регламентирован. Иначе говоря, компании могут не указывать дату истечения срока годности на упаковке, и эти яйца запросто могут пролежать на полке 60 дней, то есть 2 месяца, прежде чем вы их купите. То, что меня реально убило, когда я глубоко изучил эту тему, так это корма, которыми кормят кур, корма для животных. Что содержится в их кормах? Да, в них есть гамоа кукуруза и гамоа соя, и это очень неестественно, ведь курам свойственно есть жучков, червячков, насекомых, цветы, семена и всё такое. Но я узнал, что в этих кормах есть ещё один ингредиент — побочная продукция животноводства, или, как это ещё называют, белковая продукция животного происхождения. Это включает в себя трупы других животных, перья, органы, кровь, кожу, даже от животных того же вида, а также навоз. Моя первая реакция, минуточку, не может быть, но когда я изучил это глубже, я узнал, что так и есть. Этих животных кормят дерьмом. Конечно, ещё бывают яйца кур, получавших вегетарианский корм, как сказано на этикетке. Но я хочу сказать кое-что о вегетарианских кормах, а это кукуруза и соя, без животных продуктов. Я хочу сказать, что для кур очень неестественно есть только зерно, без жучков, червячков и всего такого. Куры, между прочим, не вегетарианцы, они всеядны. А это подводит нас к следующему моменту по поводу яиц, а именно к цвету яичного желтка. Некоторые думают, что здоровье яйца можно определить по его цвету. Это абсолютно логично. Пока вы не узнаете, что регулярно продаются и используются красящие пигменты, синтетические красители, с помощью которых желтку придают определенный цвет. Ведь если этого не делать, эти яйца не купят. Честно говоря, это просто обман покупателей. Один из таких красителей называется кантаксантин. И как минимум в Европе его допустимое количество ограничено, поскольку выяснилось, что из-за него возникают кристаллы на сетчатке. Я понятия не имею, разрешен ли он в Америке. Но в природе, когда курица в естественных условиях ест то, что она должна есть, у желтков и яиц очень приятный золотисто-желтый цвет. А причина в природных антиоксидантах, особенно в двух нутриентах, которые называются лютеин и зеоксантин. Они необходимы для глаз, для сетчатки глаза. И чем меньше в яйце этих пигментов, тем меньше мы получаем этих антиоксидантов. А их там не только два. В яйце, вероятно, более 600 разных каротиноидов. Красителями также окрашивают куриное мясо, и чтобы куриная кожа выглядела здоровой. Это просто безумие. Если вы идете в магазин и покупаете куриную грудку, просто почитайте этикетку. Вы узнаете, что иногда в нее добавляют ароматизаторы. Я не шучу, чтобы вкус был как у курицы. По сути, людей обманывают, делая пищу вкусной и красивой, не уделяя внимания качеству. Итак, я затронул корма для кур. А что насчет среды, тех мест, где содержат кур? Мы видим различные термины. На свободном выгуле, бесклеточное содержание, пастбищные. Во-первых, знаете, что кур принято держать в клетках. Они никогда не видят дневного света. Вероятно, в одном помещении содержится где-то от 80 до 100 тысяч кур в одном загоне. И было установлено, что такие условия вызывают сильный всплеск ортизола. Это не полезно для кур. А еще есть бесклеточное содержание, что звучит намного лучше, но при этом просто убирают клетки, оставляя кур на той же площади. Бесклеточное содержание предполагает 30 на 30 сантиметров на птицу. Так что куры там все равно в чесноте, а не все равно в закрытом помещении. Есть еще понятие на свободном выгуле. Что это значит? У курицы на свободном выгуле есть едва ли больше полметра на полметра и частичный доступ за пределы курятника. Это может быть дыра в стене, в которую птица может высунуть голову и посмотреть наружу. Если не ошибаюсь, курам на свободном выгуле не дают антибиотиков, а при бесклеточном содержании их могут давать. А еще есть пастбищное содержание. Это лучше всего, ведь у каждой птицы есть около 10 квадратных метров. Гораздо лучше. И куры могут выходить и клевать всяких жучков, червячков, насекомых, цветочки и все такое. Так вот, в пастбищных яйцах по сравнению с обычными как минимум, втрое больше витамина А, ретинола. Больше холина, больше В2, больше фалатов, втрое больше витамина Е и в целом больше жирорастворимых витаминов. Хочу сказать пару слов об антибиотиках, ведь вы можете сказать, антибиотики уже почти не используют. Что ж, из всех антибиотиков, продаваемых по всему миру, 66% продаваемых антибиотиков получают животные на фермах. А в Америке 80% всех антибиотиков получают животные на фермах. Так что, конечно, покупая яйца, убедитесь, что на упаковке сказано «без антибиотиков». А лучше покупайте органические пастбищные яйца. Это значит, что эти куры не только находятся в лучшей среде, но и корм у них лучше. Ведь органический предполагает отсутствие пестицидов, инсектицидов, гербицидов и ГМО. И это хорошо, но при этом у них нет гормонов, нет антибиотиков, нет мышьяка и нет побочных продуктов убоя птицы. То есть побочных продуктов животных, включая помёд, в органических яйцах не будет. Вы можете сказать, но они дороже. Да, это пара лишних долларов, но оно того стоит. Да и те же антибиотики используют просто как гормон роста. Благодаря им животные растут очень быстро. Я как-то ехал по автостраде, возможно, недели три назад, и догнал огромный тягач с прицепом, гружённый курами в клетках. И мне пришлось заставить себя следить за дорогой, так как я всё смотрел на этих кур в ужасном, ужасном состоянии. Ведь эти куры совсем не выглядели здоровыми, и они были в полнейшем ужасе. И последнее насчёт куриных яиц. Порой на них написано «обогащённые омега-3». Это маркетинговый ход. Вы не знаете, из чего получены омега-3, которыми обогащены эти куры. Лично я думаю, что лучше просто покупать пастбищные, органические куриные яйца. А лучше, если у вас во дворе есть место, где можно держать кур, я очень советую завести их. Когда у меня в доме ночуют гости, и я угощаю их яйцами, это невероятно. Они говорят «Ого, они такие сытные, такие вкусные». Удивительно. Так что настоятельно рекомендую подумать о том, чтобы завести кур. Теперь вы немного больше знаете о том, как выбрать яйца, которые вам нужны. Давайте обсудим некоторые другие полезные свойства яиц вот в этом видео.